мы едем на объект нашего клиента клиент обалденно хороший вот у него хороший дом мы с ним проводили такие профессиональные консультации обучали да как как что лучше сделать поставляли ему этот материал вот там краску и герметик вот и сейчас едем посмотреть что получилось и заодно обучаем как укладывать теплый шок там то и дело что для нас любой заказчик становится другом как минимум потому что мы с ним проводим очень много времени по телефону встреч у нас была проблема снять шпатель ты когда снимаешь он начинает вверх вниз все а как бы водой все поливали это брызгалка нет потому что ну и когда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы вот боялись вот этих подтеков как раз таки, вот они. Нет, так вот поэтому не все кладут герметик, потому что все чего-то боятся. Продолжение следует... Через сутки можно красить, если там позволяет погода. Да, работать с ним уже можно. Но также можно и на окрашенную уже поверхность его наносить, да? Конечно. Ну герметик, да. То есть только почаще, наверное, там стирать все, все вот эти подтеки. На окрашенную, наоборот, еще лучше ложится, потому что краска... Мне кажется, наоборот, он ошибки прощает, потому что ты закрасил его потом и все. Нет, краска не дает в воде проникать вовнутрь, потому что краска уже зависит. И он снимается вообще прям аккуратненько там. А вот вопросик еще по поводу вот этого велотерма. В какие щели его нужно вставлять? Вот у нас тут практически мнимая, то есть туда, соответственно, не надо, да? Ну вот, вот, как вот у нас вот шурик заложил зачем-то, хотя тут щели-то как таковой нет. А как вот этот вот сделать шок, вот, например, два сантиметра щель? Мы просто вот так берем его спиралью, скручиваем. И забивает. У нас настройки также делают. Духсантиметрового делают пятерку косичкой. Можно просто косу скрутили, вставили ее туда и все как бы. Вот. Сейчас ребяти сделаем. Мы так делаем. Подарок. Почему? Потому что его втягивает. Да. И если ты за раз прошел, там очень много влаги. Очень много. Это как при шпаклевке. Да. Чем больше слой, тем больше влаги, значит он больше сядет. Также и некоторые трещины. Если сильно засасывает, у тебя глубина получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про нашу технологию не хотите рассказать? Вон про тот брусочек. И про километр скотча сверху, который снизу. Хэннмэйт. Да, да. Вот такие вот нововведения. А, это вы экспериментировали? А, это мы шоу делали. Это как Денис хотел сделать 4 км с помощью. Да, да, да. Пятилетка будет очень направлял. А вот эти части как закрывать? Или их потом в конце делают вместе с этими трещинами? это через года три еще у тебя садится будет сейчас лучше не трогать вообще не трогать пошире и у тебя шов идеально переходит на вот этот шов и смотрится очень красиво его потом можно герметик мыть его это вообще просто мысли через три года сделаешь там этот может чуть потускнеет но и даже нет и красить научим так никто не красит да надо было да и красить научить что-то моя кисточку взял с собой так а уже покрашена я не знал что покрашенная сейчас я узнал что брали материалы что покрашена не знал мы зайки сидели специально показать там очень много нюансов покрыл вот и вот 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 Посмотрите, не сильно я размазал, выпуклую ее сделал. Сильно выпуклая, да? Сильно. Сильно выпуклая. Ага. То есть она не прямая. Да. Ну, так он перезавил чуть-чуть. И для этого маленько вот эти носики, которые находятся в коробках из-под герметика абсолютно бесполезны. Ими работать просто нереально. Его даже если подрезаешь как бы в размер, все равно не получается. Начинаешь накладывать колбасами какими-то, начинаешь это все водой брызгать, все течет по бревну. Как бы, ну, много возни получается. Лучше работать новыми носиками. Как бы их тоже можно заказывать в интернет-магазинах. Все приходит. Копейки стоят. Да. Он обрезал столько надо. И очень удобно, быстро, никакой возни не получается. Просто облегчает труд. Все. А это не носики. Это мы можем вам продавать. Да, ерунда. Можем вам попродавать. Их много. use me. Продолжение следует...